МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот сюжет об одной из весенних тренировок воронежской команды «Рыбачьте с нами», которую поддерживает торговый дом Апикафиш и наш журнал. С ребятами мы познакомимся чуть позже. В это тихое майское утро мы оказались вместе со спортсменами на небольшой речке в Воронежской области. Река Усмань. В нижнем течении Усманка. Левый приток реки Воронеж. Она протекает по Воронежской и Липецкой областям. Течение умеренное. Средняя ширина реки 10-20 метров. По преданию, название реки произошло от татарского слова, которое обозначает красавица. Легенда рассказывает об утонувшей в реке красивой татарской девушке. Усманка хорошо известна спиннингистам Воронежской области. Берегая ее, большей частью заросли камышом. Здесь хватает и глубоких ям, и мелководных перекатов. Для любителей хищной рыбы интерес представляет вся река. А теперь познакомимся со спортсменами. Вас приветствует спиннинговая команда «Рыбачьте с нами». Панов Андрей, капитан. Косарев Михаил. И ваш покорный Черенков Дмитрий. Рассказывать о наших достижениях сегодня я не буду. Скажу коротко. Все кандидаты в мастера спорта спиннингом занимаются давно. И сегодня мы хотели бы провести открытую тренировку, посвященную ловле щуки на малых реках. Условия ловли следующие. Небольшая река, течение умеренное, средней глубины полтора-два метра. Основные приманки, скорее всего, будут воблеры. Но возможны варианты, возможно, и джиг будет работать. Сегодня наша задача выяснить. Мы это проверим. Мы это проверим, выясним. Выясним нюансы ловли. И после проведения тренировки обсудим, подведем итоги. Увидим, кто что поймал, у кого что работало. Сделаем выводы. Щука на Усманке – наиболее вероятный трофей спиннингиста. На дворе май – переходный месяц от весны к лету, поэтому должны работать и весенний джиг, и летний воблер. Щупу, скорее всего, можно ожидать на неглубоких плесах. А в ямах омутов – велика вероятность поклевок и других хищников. Ну, здесь место такое джиговое. Здесь, ну, грех его не забросить. И Андрей не ошибся. На первом же забросе смелая поклевка, и рыболов тащит из глубины первый трофей. И, судя по всему, неплохой. А это вот окунь, такого, как говорят Димы, здесь не бывает. Хороший. Можем даже взвесить. Есть у нас весы с собой. Просто интересно, на таких малых речках окуньки таких размеров редкость. Где-то 220 грамм. Ну, неплохой экземплярчик. Ушел. Ну что ж, начало положено. Теперь Андрей решил поймать окуня покрупнее. В этом есть резон. Окунь – хищник стайный. И только очень крупные экземпляры ходят поодиночке. Есть все шансы в том же месте выудить второго колоссатика. Что и происходит через несколько минут. Ну вот мы дали побольше паузы. И окуньок съел нашу приманку. Но это вот размер чуть-чуть поменьше. Ну, сейчас мы, наверное, еще сменим. Одну приманку попробуем. Мы, наверное, перейдем дальше. Так, отпустим. Оп. Секунды его нет. А Михаил в это время поймал какой-то неопознанный плавающий объект. Поэтому очень бережно его вываживает. Вытаскивает и... Аккуратно отцепляет. А у Андрея опять поклевка. Щучка. Нет, тоже окунь здоровенный. Где ты таких берешь? Ну вот, еще один окунек. Очень красивый. Сильный. Наш российский бас. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы тебя отпустим. О, пошел. Вот выловили всех четырех окуней, которые в этой реке водятся. Водились теперь уже. Ну, хотя еще водятся. Отпустили. Но сегодня они уже клевать не будут. Поэтому мы пойдем дальше. Вот на том мелководье, заросшее травой. Там должно быть много щуки. И вот здесь, я думаю, они мне уже не смогут составить конкуренцию. Потому что я ловлю воблером исключительно щуку. Окуни – это, конечно, хорошо. Но все-таки есть ли на узбанке щука, которую нам только что обещал Дмитрий? Маленькая. А заглотила по самой жабре. Итак, первая щука. Маленькая, но такая резвая, что Дмитрий смог взять ее в руку только с третьей попытки. И торжественно ее отпускаем. Усманка – прекрасный полигон для тренировки и испытания новых приманок. Прошло совсем немного времени. А счет окуням и щукам уже открыт. Обидно, когда воблер в самом начале проводки цепляет на себя траву. И приходится выматывать его тут же. И получается, что вся проводка у нас теряется. Она становится бесполезной. Поэтому, наверное, не стоит стремиться подбросить под самую кромку травы, а лучше отступить от нее метр-два. Это ничего страшного. Если щука активная, она выйдет, догонит и схватит. Это будет более рационально, чем испортить всю проводку себе. Еще и щуку распугать ту, которая по дороге будет провожать там ваш воблер, или попадется на пути ему, но при этом он будет весь увешанный пучками травы. Такая тактика часто приносит успех. Чистую приманку хищница не пропускает. Вот она, красава! Ничто не мешает спокойно вывести щуку к берегу. И зацепилась она надежно, не сойдет. Красава! Крух него. Ничего сносится. Эта щука попалась на Мишин воблер. Миша взял на вооружение ту же тактику, что и Дима. Приманка класса Миноу и заброс на чистую воду перед травой. Я оцениваю ее в килограмм 200-300 килограмм. А ты? Я думаю в районе килограмма. Хорошо. Смотрим. Кило 150. Щука отправляется в Освояси после взвешивания. А рыболовы продолжают охоту за зубастыми. Примерно такая же щука садится на воблер Димы и бурно сопротивляется. Приходится ее выкачивать. Счет трофеем растет. Вот такая красавица утренняя. Аккуратненько. Не нанося лишних рам. Главное самому еще не попасться на крючок. Такое тоже у нас в рыболовной практике случается время от времени. Увлечения рыбалкой у каждого имеют свое начало. Рыбалка началась моя очень давно. Наверное в пяти летнем возрасте. А может быть чуть моложе. Я честно говоря точно не помню сколько мне было лет. Но у меня был дедушка с заядлым рыболовым. И он меня с собой взял однажды на рыбалку в лодку. Дал мне маленькую удочку зимнюю. Я ловил уклейку за бортом. Но я так мешался дедушке. Ходил шумел. Он сказал что больше он меня не возьмет. В другой раз. Но одного раза хватило для того чтобы я заразился рыбалкой на всю жизнь. И стал уже ходить на нее самостоятельно. Уже без дедушки. И вот до сих пор хожу. Ловил конечно всеми снастями подряд. Какими только было можно. Но в последние наверное уже лет 10. Ловлю исключительно спиннингом. Все остальное ушло на второй план. Михаил и Дмитрий снова меняют место ловлю. Теперь это обширный речной плес. Скорее всего щука здесь должна держаться в прибрежной зоне. И поэтому первые забросы идут вдоль берега. И здесь хищница быстро себя обнаруживает. Ну не совсем крупная. Вот такой вот карандашик. И вновь лучше всего по щуке работают воблеры класса Миноу. Сегодня ли рыболов главное не размер добычи? Важнее понять на какие приманки лучше всего берет рыба. И какую предпочитает проводку. Граммчиков 300 будет. Миша делает первые выводы. В плане того, что вблизи берега канавка идет довольно-таки глубокая. Можно провести воблер. И он не цепляет практически траву. Посередине есть остров. Но остров почему-то сегодня себя не показал. А вообще речка хорошая. Течение не особо сильное. Мне нравится здесь ловить. Конечно нравится. Еще только утро. А все уже обрыбились не по одному разу. Но перспективных мест, которым стоит уделить внимание, остается еще много. И тренировку можно продолжать. Приятное в такой ловле прекрасно сочетается с полезным. Набираешься опыта, готовишься к соревнованиям и ловишь рыбу. Красота! Все трое перешли на воблеры. А подача приманок разнообразный твичинг. То есть рывковая проводка с разными вариациями. И вот первая щука у Андрея. Дмитрий делает свои выводы. В частности, о влиянии на клев погоды. Такая ясная погода не самое лучшее время для ловли щуки. Потому что она предпочитает легкую рябь на воде, ветерок. Как-то клюет лучше. И в такую погоду, конечно, тоже клюет. Но замечено, что лучше, когда легкий ветер. Но какой бы ни была погода, а тренировка дело святое. Ее нужно отработать, несмотря ни на что. У Миши проблемы. Мертвые зацепы. Мехабас Вижен остался в прибрежной травке. Жалко. Надо лезть. Открытие купального сезона. Чего только не сделаешь ради любимой приманки. Ее спасению не помешает даже холодная весенняя вода. Ведь на нее клюет. Нет, такую приманку русалкам оставлять нельзя. Вот такие есть среди нас скромные герои. Хорошо, что воды по колено. И не нужно пускаться в плавь. И все-таки я его спас. Вот он, он родимый. И один из любимых. Поиск новых точек продолжается. Спиннинг, ходовая рыбалка. Тут, что называется, волк ноги кормит. И Дима идет дальше, проходя по не совсем дикому берегу, на котором можно заметить следы высокоразвитой цивилизации. Все для людей. Андрей в это время зарабатывает очередные очки. Есть. Прямо нападение взяла. Она, наверное, под берегом стояла. Даже не успела опуститься. Сошла? Нет, сошедшая рыба в зачет не идет. Два с половиной, не меньше. Согласен? Согласен. Два пятьсот пятьдесят не было. Мы верим в тебя все, Андрей. В своего капитана. Это приятно. А когда тебе приятно, то нам приятно. Смешание. Двойне. Хитрец Андрей снова переходит на джик. И тут же получает результат. Ну ты монстр, а! Два семьсот. Три ровно. Вот что значит гибкая тактика ловли. На то он и капитан команды. Два семьсот. Ну что, трешник есть? Конечно. Тихо, 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 тихо. Шибу. Да? Щука получает свободу, а капитан – почет и уважение. Без курьезов на рыбалке не бывает. Слово предоставляется Диме. У меня был забавнейший случай здесь вот на том обрыве. Значит, подвожу воблер к ногам уже. Выматываю уже, смотрю куда-то в другую сторону, вот так его поднимаю. Соответственно, до воды где-то, ну, полметра, наверное, от воблера, не меньше. Вот. Стою, значит, раздумываю, куда бы его забросить. Тут из воды выпрыгивает щука. Вешается на задний тройник такая где-то, ну, на килограмм. Причем, с той стороны сидели рыбаки, смотрели на это дело. Тоже, в общем, все удивились. А я даже испугался немного сначала. Близится полдень. Рыба становится все менее активной. Наступает момент, когда рыбалку стоит закончить, чтобы оставить о речке только хорошие воспоминания. И, конечно, приходит время подвести итог тренировки. Сегодня мы посетили небольшую реку Воронежской области. Река называется Усманка. Половили весеннюю щуку и окуней, как выяснилось, которые здесь тоже обитают и клюют. Совсем не маленькие. Хороших размеров. Да, хороших размеров, Андрей. Зачетных. Ну, конечно, потому что ты поймал самых зачетных, поэтому они самые лучшие, я не спорю. Вот. Поэтому отлично провели время, прекрасная погода, хорошее настроение. Вот. Всем спасибо. До новых встреч на Воронежской земле. Новую инерционную проводочную катушку «Удача» можно использовать и для летней, и для зимней рыбалки. Катушку производят из прочного пластика, а плавное и легкое вращение шпули обеспечивает точная центровка этой детали и высококачественные осевые подшипники. Пластик, из которого изготовлены шпуля, идеально гладкий, можно сказать, скользкий. Поэтому трение, лески, абортики шпули при забросе снижено до минимума. Возможности рыболов расширяют поворотный механизм, благодаря которому корпус катушки можно разворачивать на 180 градусов в любую сторону и двусторонний тормоз-трещотка, что позволяет пользоваться ею рыболовом, ориентированным на работу как с правосторонними, так и с левосторонними катушками. V-образный профиль шпули обеспечивает очень ровную намотку лески, что особенно важно для ровного сброса лески при ловле с дальним отпуском поплавка и при забросе оснастки. Рыболову не приходится подправлять леску при намотке, чтобы добиться ее ровной укладки. Благодаря двум подшипникам шпуля катушки обладает плавным и легким ходом, что делает достаточно легким сход лески под действием поплавка при ловле в проводку на течение. Разворот корпуса катушки можно использовать как для удлинения заброса оснасток с достаточно тяжелыми поплавками, так и для более легкого сброса лески при проводке на дальнюю дистанцию. Частое использование этой функции катушки может приводить к закручиванию лески, чтобы избежать этого, ставьте перед оснасткой качественный вертлюжок. Гладкая поверхность бортика шпули минимизирует трение лески при этих операциях. При очень простой конструкции катушки рыболову легко ее обслуживать. Шпуля легко снимается, обеспечивая доступ к тормозному механизму и подшипнику. В то же время эти детали защищены от попадания пыли и грязи, поскольку задний бортик шпули перекрывает основание катушки. Катушку можно использовать и для проводочной летней рыбалки, и для бортовых удочек при ловле с лодки, и для оснащения зимних удочек при охоте за хищной и мирной рыбой. Shadow Track – бестселлер компании Irish Setter. Это ботинки для охотников, рыболовов и любителей активного отдыха. Для всех, кто проводит много времени на природе. Shadow Track удивительно легкие. Каждый ботинок весит всего 550 граммов. Они легче и удобнее, чем резиновые сапоги, и ваши ноги это сразу почувствуют. Shadow Track оснащен дышащей водонепроницаемой мембраной Gore-Tex. Благодаря этому ботинок абсолютно непромокаем, но обеспечивает отличную вентиляцию. Высокоэластичная каучуковая подошва с торсионным супинатором снижает усталость при ходьбе. Shadow Track дает потрясающее ощущение легкости, уверенности и комфорта. Есть и утепленная модель ботинок, рассчитанная на осень-зиму. Shadow Track. Легко шагать. 17-18 мая в чешском городке Яванчицы на реке Иглава прошел 11-й чемпионат мира по лому спиннингам с берега на искусственные приманки. В просторечии чемпионат по форели, поскольку основная рыба – это форель, запускаемая организаторами специально для этих соревнований. Вот, собственно, так этот процесс и происходит. И многие участники специально приходили смотреть, чтобы сориентироваться по размеру рыбы и внести последние коррективы перед официальной тренировкой и соревнованиями. Река Иглава, по общему мнению, одновременно и хороша, и непроста. У нее есть все – и перекаты, и так называемые аквариумы, и ровное течение. И все это разнообразие попало на участок реки, выделенный для соревнований. Наши постоянные зрители знают правила чемпионата. А нашим новым зрителям рекомендуем посмотреть выпуски 2012 года, в которых мы рассказывали о всемирных рыболовных играх, частью которых был и чемпионат мира по форели. Там много подробностей. А сейчас просто коротко напомню. Участок реки делится на четыре зоны, потому что от команды выступают четыре спортсмена. А каждая зона делится на сектора по числу команд плюс несколько свободных. Вы как раз видите такую разметку. В какую зону попадет спортсмен и каким по счету выходит на старт, то есть выбирает сектор в зоне, решает жеребень. Чем позже стартуешь, тем меньше выбор свободных секторов. Спортсмен может менять свой сектор на любой свободный. Но для этого нужно следить за соперниками, освобождающимися секторами и быстро бегать по своей зоне. А на этом чемпионате длина зоны превышала полкилометра. В общем, разнообразная и глава, и правила чемпионата обещали соревновательную интригу. На этот раз в Чехию приехали 16 команд. В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена с учетом замен в некоторых командах. Было много знакомых лиц. Вот Мио Машет. Это наши друзья из Хорватии. А это уже белорусы. А вот и итальянцы. Узнаем победителя всемирных игр. Германа Арно. Вон тот блондин. По традиции главным спонсором выступала Марко Пантун 21, которую в Европе представляет компания Энглерс Зон. Все получили подарки, и многие прямо на соревнованиях пустили их в ход, что тоже стало традицией. Чемпионат оказался полон событий. Неожиданных для всех. Приятных для одних и печальных для других. Вкратце расскажем о запомнившихся. Пока вы смотрите, как ловят спортсмены из разных команд. Новички чемпионата французы после первого дня прорвались в середину турнирной таблицы. А по итогу заняли 12 место. Лиха беда начала. Итальянская команда. Вот как раз их спортсмен на пятом месте. Их лидер Герман Арно, которого мы узнали на открытии, попал в серьезные неприятности. Будучи запасным во второй день, он пересек линию, вход за которую строго ограничен. Он пытался придержать уловистый секта, пока до него не добежит его играющий коллега, за что и поплатился с желтой карточкой. По решению жюри она будет висеть над ним целых три года. Повода для злорадства тут нет. Просто этот случай показывает, что соревнования настолько напряженные, что даже у профессионалов сдавали нервы. А вот другого известного итальянца Андрея Ферро и других именитых спортсменов, в том числе Словака Холли, Чеха Сипелака и нашего друга Алексея Шанина, по результатам второго дня переиграл молодой спортсмен белорусской сборной Николай Колдычевский. Он стал первым в своей зоне, а по общему результату тринадцатый в личном зачете из 72 участников. Сегодня состоялся второй тур чемпионата мира. В нем впервые белорусский спортсмен победил в своей зоне. Этим спортсменом оказался именно ты. Скажи, как тебе удалось, что ты делал, может быть, необычного или сверхобычного, чтобы добиться такого результата? Ну, в первую очередь, мне повезло, во-первых, с попаданием, ну, повторно в эту же зону, так как первый день я уже в ней отловил и более-менее представлял, что где ловится. Вот. В то же время, где-то в районе второго старта, я, так сказать, как говорится, просек фишку, вот, на определенной приманке и вот в третьем старте поймал вот достаточное количество рыб. Сборная Белоруссии на шестом месте из 16 команд. Если учесть, что места с первого по пятый заняли команды признанные мастера ловли форели, все сплошь чемпионы мира разных лет, то это очень хороший результат. Поздравляем! Так держать! Наша сборная заставила поволноваться своих болельщиков неровными результатами. Хотя на этом чемпионате, скажем прямо, практически у всех сборных промежуточные итоги напоминали качели. Река Иглава и Форель озорничали вовсю. У Артема Мишина в один из стартов рыба оказалась в подсадчике за секунду до финального сигнала. И немецкие болельщики, наблюдая сцену вываживания, зааплодировали. Результаты Алексея Шанина заставляли болельщиков то кричать от радости, то стонать от горя. Но сам он держал нервы в узде. И в самом наипоследнейшем старте, когда уже не то, что Форель, а образно говоря, даже ее тень играла роль, все-таки ухитрился поймать несколько так нужных рыб. А про Александра Воробьева начали складывать легенды. Мол, у него есть тайное знание. Просто потрясающие результаты. Лидеры менялись от старта к старту, болельщики путались в баллах и пойманных рыбах и томились ожиданиями, пока жюри разбирало протесты. И, наконец, официально были оглашены победители и призеры. Надо заметить, что многие, и не без оснований, считали фаворитами словаков и чехов. Прогнозировали, что с ними соперничать будут наши и итальянцы. И, несмотря на все перипетии, так и получилось. Первые два командных места заняли, соответственно, Словакия и Чехия, хозяева чемпионата, и прекрасные специалисты по ловле Форели. Наша сборная на третьем месте. Это одна наша медаль. И мы поздравляем нашу команду. А вторая медаль у нас ура! Золотая! В личном зачете чемпионом мира снова, как и в прошлом году, стал Александр Воробьев. Такой дубль. Два золота подряд. Впервые за время проведения данного чемпионата. От души поздравляем Александра. Вторым стал Словак Хорнок. Третьим португалец Фернандес. Наши поздравления всем медалистам. Надо заметить, что за время проведения этого чемпионата мира, начиная с 2003 года, наша сборная на первом месте по общей неполечественной медали. Теперь их 15. А золотых медалей у нас теперь 9 штук. Тоже больше всех. Есть чем гордиться. Но многие отмечали рост мастерства участников. А это означает, что в следующем году в нашей сборной прибавится сильных соперников. Желаем нашим успешной подготовки. А еще мы присоединяемся ко многим, благодарившим делегацию Белоруссии за организацию видеоканала «Пантун-21 Белоруссия» для трансляции чемпионата и всех тех, кто держал нас, болельщиков, в курсе событий. Спасибо всем! Туристическое агентство «Рыбачьте с нами» предлагает увлекательные приключения. Теперь у вас есть уникальная возможность участвовать в рыболовных турах с экспертами самого популярного журнала о рыбалке. На сайте вы можете самостоятельно воспользоваться системой онлайн бронирования для пляжно-экскурсионного отдыха и отправить заявку для организации рыболовно-охотничьих туров. У нас царит доброжелательная атмосфера и работают настоящие энтузиасты своего дела. Рыбачьте с нами! Рыболовные туры с любимым журналом. На рыболовной орбите праздник. Запущен новый спутник. Запустила его фирма «Аэлит». Вот он. Это многофункциональный рыболовный ящик. Рыбачить с ним вы можете не только зимой и летом, а также весной и осенью. Сделан он из уникального материала вспененного пенополистирола. Уникальны его характеристики. Он очень прочный. У него замечательные теплоизоляционные свойства. Он гораздо теплее обыкновенного пенопласта. И этот материал вообще не впитывает воду. Вы можете его знать, потому что его используют для изготовления автомобильных торпед. Конструкция ящика «Спутник» армирована сверху и снизу специальными рамами из пластика. Очень прочного пластика, который защищает от механических повреждений по всему периметру. А также этот пластик устойчив к резким перепадам температур. Но! Армирование ящика происходит не только снаружи, но и внутри. Вот у меня тут есть кусочки, я хочу вам показать. Армирование происходит внутри стенок, что придает ящику особенную прочность. Рама, установленная на днище, снабжена специальными шипами противоскольжения. На льду ящик стоит уверенно. К верхней раме на надежных петлях и замках крепится крышка. Внутри этой крышки есть углубление, где вы можете хранить свои удочки и аксессуары. Закрепляются они специальными резиновыми тяжами. Натяжение этих тяжей и направление вы можете регулировать в зависимости от того, что вы туда кладете. Внутри ящик снабжен съемными пластиковыми перегородками. Вы можете менять пространство ящика в зависимости от того, что вам нужно туда положить. Например, термос. Или стандартные коробки для снастей. Как и другие ящики Аэлита, наш ящик снабжен съемными пластиковыми контейнерами. Сюда вы тоже можете положить или удочки, или аксессуары. Помимо всего прочего, ящик имеет вот такое окошечко для рыбы с крышкой, которая очень плотно пригоняется. Поскольку стенки ящика довольно толстые, а пенополистирол обладает низкой теплопроводностью, вы можете его использовать не только для хранения удочек, ну или там бутербродов. Вы можете его использовать в качестве перевозки живцов. Как зимой, так и летом. Поскольку внутри ящика поддерживается довольно стабильный температурный режим. А так как пенополистирол не впитывает воду, запах рыбы не остается. Нужно просто сполоснуть ящик. Конструкция и технология данного изделия запатентованы. И я уверен, этот ящик для вас станет хорошим спутником на любой рыбалке. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каждому мастеровому будет полезно ознакомиться с нашими статьями, в которых даются советы по выбору и настройке инструмента, предлагаются идеи по оборудованию мастерских и по различным технологиям работы с древесиной. Мы хотим, чтобы каждый читатель, вне зависимости от уровня своего мастерства, в каждом номере журнала «Вудмастер» находил для себя что-то полезное и интересное. Помните, мы обещали познакомить вас с героем особого стиля японской береговой ловли? Это рыбалка с берега любого водоема, будь то в черте города или недалеко за его пределами. Доступность мест для рыбалки в данном случае вовсе не означает незатейливость самого процесса. Наоборот, вокруг такой ловли в Японии сформировалась особая атмосфера и философия. И мы рады познакомить вас с одним из тех, кого называют иконой стиля данного вида ловли. Такаши Канамори. Для друзей и поклонников просто канама. Любезно согласился дать нам интервью во время выставки в Осаке в феврале 2013 года. Привет, Россия! Меня зовут Такаши Канамори. Последние несколько лет я профессионально ловлю баса. Я всегда предпочитал не лодочный стиль рыбалки, а другой, который, думаю, очень близок к российским рыболовам. Мы в Японии называем его Акапари. Это рыбалка, когда, как говорится, твердо стоишь ногами на земле. Именно на этом виде ловли и специализируется наша компания Рейджапан. Надо сказать, что Рейджапан – это тот случай, когда профессиональный рыболов после периода работы в штате уже известной компании выходит в свободное плавание и начинает воплощать свои собственные идеи. Процесс этот сложен, как и всякое новое дело. Ведь речь идет о создании своего стиля. И все, конечно, наблюдают, насколько самостоятельной получается такая коллекция. Хотя авторитет у Канамори был и до появления марки Рейджапан. Появилось даже специальное определение – Канама стайл, стиль Канамори. Его презентации и выступления всегда ждут. Он все объясняет очень по-свойски, доходчиво и наглядно, по-рыбацки. Его фильмы о том, как работать с удилищами, приманками, как научиться дальнему забросу и так далее, чрезвычайно востребованы. В общем, когда наш новый друг объявил о появлении марки Рейд, ожидания были велики. А планка ответственности высока. Сначала появились удилища серии «Гладиатор». Хотите – верьте, хотите – нет. Но на первую модель писались в очередь, даже не видя живьем. Это был момент истины, и Канамори с честью прошел это первое испытание. И сейчас у Рейджапан есть не только удилища, но и приманки. Наша компания молодая, но у нас уже есть ряд снастей, в том числе приманок, которые быстро стали популярными. Сначала хочу показать «Левел Вип». Концепцию этой приманки можно назвать «Тотальный баланс». «Левел» означает «Уровень». В данном случае мы имели в виду уровень поверхности воды. Потому что «Левел Вип» может идти очень близко по отношению к ней. Если взять традиционные «Випы» такого размера, то на проводке заметно, что голова воблера сильно наклоняется, а хвост вибрирует. Однако, когда воблер в таком положении, то на практике случается много пустых поклевок. А вот если воблер будет расположен в воде горизонтально, чего мы добились от нашего «Левел Випа», то рыба сможет схватить приманку так, чтобы вы смогли ее результативно подсечь. Кроме того, преимуществом является размер нашей приманки, который подходит для ловли хищников с небольшой пастью. На рыболовном рынке много моделей маленьких «Випов», но большинство страдает недостатками. То летит неважно, то выскакивает на поверхность при быстрой проводке, то плохо играет намедленно. А уж если что-то зацепилось за тройник, то игра просто умирает, или становится невозможным сохранить горизонт, поскольку сам воблер по размеру невелик, и по весу сравнительно легкий. Задача, которую мы ставили при разработке «Левел Випа», избавиться от недостатков, которые обычно ассоциируются с воблерами такого типа. И мы в этом преуспели. Я думаю, что и в России есть хищники, которые оценят нашу приманку, в том числе и те, кому лень широко открывать рот. «Левел Вип» можно поддергивать, проводить ступенькой, просто вести равномерно, ожидая атаки хищника. Во всех случаях вы заметите отсутствие ожидаемых недостатков. Сейчас «Левел Вип» – бестселлер в Японии. Мне было бы очень приятно, если бы рыболовы в России тоже попробовали ловить с ним. Канамори Сан скромничает, называя свой «Вип» просто бестселлером. На самом деле, уже давно не случалось, чтобы один воблер был первым сразу в нескольких номинациях. Лучшая приманка среди всех новинок. Лучшая приманка сезона. И самая продаваемая модель сезона. Вот такое успешное начало жизни воблера, который придумал Канамори Сан. Другая наша приманка, которую я хотел бы представить, поверхностная. Это новинка сезона. Называется «Тусай», то есть двухсторонняя. И тут в имени тоже скрыта концепция этой приманки. Дело в том, что ее можно использовать двумя способами. Это большая редкость, я бы сказал. Можно как поппер. Тут мы, пожалуй, сделаем звук погромче, чтобы вам было слышнее инструкции Канамори. Тут у «Тусайд» быстрое рысканье со скользящей игрой. Другого рисунка игры можно достичь медленной проводки. При прямой, равномерной проводке хвостовой пропеллер начинает вращаться, создавая сильный эффект хлюпа со звуковым сопровождением. Благодаря этой двойственности «Тусайд» дает рыболову возможность подобрать вариант проводки и игры, который подходит под многие условия. Например, дальний заброс в нужную точку. Используем «Тусайд» как поппер. Когда вы понимаете, что приманка уже вне зоны атаки, обычно просто выматываете леску. Но возможно выполнить заброс. Дальше работаем с «Тусайд» как с поппером. А вот когда он выходит из зоны атаки, вы переключаетесь на другую и поставь приманки. Теперь это «Пропбей», играющий вне зоны непосредственной атаки. Но все равно шанс остается. Используем пропеллер на медленной проводке. И неожиданно «Бам!» поклевка. Ну вы же и сами знаете такие случаи. Не правда ли? А еще бывают случаи, когда забрасывают в точку, дальше несколько попперных плюхов и... То есть одна и та же приманка служит и для ровной, и зигзагообразной проводки. Ну вот поэтому и название такое двухстороннее. Я уверен, в России этот воблер покажет хорошие результаты. Так что попробуйте, пожалуйста. Надеемся, что попробуем уважаемый Канамори-сан. Стиль акапари, или как его еще у нас называют стритфишинг, быстро набирает обороты. С такими-то популяризаторами, как Канамори-сан, это неудивительно. Жители городов, особенно мегаполисов, слишком заняты, чтобы уезжать надолго или далеко в поисках девственных мест для рыбалки. С большим энтузиазмом становятся стритфишерами. Ведь это дает не только возможность отключиться от повседневной рутины в любой подвернувшийся момент. Акапари – это прежде всего стильная техника ловли и погоня не столько за хищником трофейных размеров, хотя и такое вполне достижимо, сколько за точностью всех составляющих рыбалки. Акапари – это красиво. Да вы и сами видите. Что к чему и как правильно – дельные советы по выбору снастей в магазинах «Рыболов-эксперт» в Москве. Вот такое оно – рыбацкое счастье. Катушки легендарной компании «Дайва» со страниц каталога прямо вам в руки. Зайди в московские магазины сети «Рыболов-эксперт» и рыбачьте с нами. И почувствуйте вкус жизни вместе с «Дайва». Ни один аттрактант в мире не работает так эффективно, как «Мегастрайк». «Мегастрайк» – это гель. Все, что нужно сделать – это выдавить немного геля, смазать любую вашу приманку, и можно начинать рыбалку. Есть! «Мегастрайк» навсегда изменит вашу рыбалку. Вот она, хороший экземпляр. Главная проблема других так называемых «масляных аттрактантов», которые есть на рынке, в том, что они просто не держатся на мокрой приманке. Видите это масляное пятно на поверхности? Здесь остался весь их аттрактант. А ваша приманка тем временем на дне, и аттрактант на ней работает. Главное отличие «Мегастрайка» от других аттрактантов – это использование аминокислот, которые, в свою очередь, активно используются рыбой в ее жизненном цикле. Они и необходимы для выживания, поэтому она инстинктивно чувствует их присутствие и активно их потребляет. Мы проверили эффективность работы аттрактанта «Мегастрайк» при ловле различных видов рыб в России. Мы убедились, что он отлично работает. Например, поклевок судака с «Мегастрайк» становится больше в пять раз, а поклевок сама – в шестнадцать раз. А сейчас в продаже появилась новинка – специальный гель «Мегастрайк» для щуки. Один тюбик «Мегастрайка» служит столько же, сколько пять баллончиков спрея. «Мегастрайк» дает вам гораздо больше времени на подсечку. Вот она взяла. Она не сразу чувствует подвох. Смотрите, сколько времени эта рыба держит приманку. Если же на приманке нет аттрактанта, рыба ее хватает и почти сразу выплевывает. Есть! Смотрите на эту рыбу. Она не выпускала приманку, наверное, целую минуту. И в этом состоит концепция «Мегастрайка». Сделать так, чтобы рыба не отпускала приманку как можно дольше. В тот же выставочный день у нас была еще одна встреча. С человеком, которого очень многие у нас заочно знают. Привет! Я Тошинари Намики. Президент компании ОСП и профессиональный рыболов. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Ну, это потому, что мы с самого начала нацелены на создание приманки, которой вы сможете ловить десяток лет. А для этого приманка с самого начала должна быть лучшей, не требующей дополнительных улучшений по ходу ее жизни. Приманки, независимо от их типа, которые не соответствуют этому принципу, мы просто не делаем. Выражение «лучшая приманка» имеет множество значений. Смысл, который мы вкладываем в это, не только игра. Это целый комплекс качеств. Прежде всего, качество заброса. Он должен быть лучшим, как и игра, качество подсечки. То есть все свойства, а не какое-то одно, должны быть на одинаково высоком уровне, превосходящем все другие приманки. Это относится ко всей нашей коллекции. Возьмем «Рудру» «Джеркбейт» длиной 130 мм. Модель существует в двух версиях. Плавающая и с нейтральной плавучестью. Суспен. Кроме того, есть вариация «Спец-2» с фиксированными грузами, медленно всплывающими. В классе «Миноу», к которому относится «Рудра», она однозначно является наиболее популярной в Японии и во многих зарубежных странах. Внутри она выглядит вот так. Тело имеет сотовую конструкцию. И это особенность ОСП, которая позволяет нам делать стенки воблера очень тонкими. И тем самым снижать вес его тела. Благодаря этому, например, получается выраженный роллинг. Чтобы добиться качества заброса, мы используем три движущихся вольфрамовых шара. И это тоже особенность ОСП. До этого в такого типа воблерах использовались один-два шара. Но мы решили, что нужно три. Причина в том, что тогда их можно сделать меньшего размера. И эта тройка, сначала способствуя забросу, потом скатывается в нижнюю часть и работает аналогично фиксированному грузу, что делает приманку более стабильной припроводки. Если бы шаров было меньше, один или два, то это повлияло бы на игру. То есть добиться задуманного рисунка движения воблера было бы намного сложнее. Другая деталь рудера, на которую можно обратить внимание, это ушко для крепления тройника. Оно повернуто. И это тоже идея, которую в мир твердых пластиковых приманок принесла наша компания. Тройники не могут зацепиться друг за друга. И еще одно достоинство данной конструкции в том, что это позволяет нам уменьшить пространство, необходимое для крепежной петли, и увеличить полезный внутренний объем. А это в конечном итоге в существенной степени влияет на игру приманки. Ну а если говорить о внешнем контуре, то у рудры явно уплощенное тело, и соответственно ярко выраженный эффект поблескивания боками. Следующая приманка, которую я хочу представить, это данк длиной 48 мм. Тело маленькое, компактное, но данк обладает прекрасными полетными свойствами. И более того, несравнимым для такого размера заглублением. Сочетание маленький и глубокий и было целью создания этого воблера. И я бы назвал результат нашей работы успешным, потому что данк востребован и популярен уже более 10 лет. Тут мы тоже использовали движущийся вольфрамовый груз. И для воблеров аналогичного размера. Данк обладает, разумеется, наилучшим по дальности заброса. Обычно у приманки с большой лопастью с забросом похуже. Но мы постарались расположить лопасть по одной линии или углу тела настолько, насколько это возможно. С 4-фунтовой леской вы можете заглубить данк более чем на 4 метра, просто забросив и начав проводку. А при троллинге с большим отпуском лески у вас получится и глубже, метров 7-8. То есть шед с невероятной дальностью заброса и заглублением. Это данк. Дальше у нас Bent Mino. Модель сейчас существует в 4-х размерах. 130, 106, 86 и 76 миллиметров. Это плавающий воблер, который выглядит, ну скажем так, похож на волки. Только обычный воблер реагирует на работу удилищем. Рисунок игры называется Dog Wolf. Возьмем Ямато. Как раз волки. Надо заметить, тут у нас дополнительные детали головы воблера обеспечивают очень выраженный плюхающий эффект. Но основное движение это все-таки Dog Wolf. А Ямато чуть позже. Сейчас об End Mino. Он отличен от волкера. Этот воблер не только движется из стороны в сторону. Он при этом может заныривать, возвращаясь потом к поверхности, даже выпрыгивает из нее. То есть у Bent Mino, кроме Dog Wolf, есть еще два рисунка игры. Первый имитирует паническое состояние, то есть непредсказуемое движение. Чтобы добиться неискусственных дерганий и именно такой, можно сказать, натуральной паники, мы изогнули тело. Еще Bent Mino прекрасно изображает умершую или умирающую рыбку. То есть всплывает на поверхность и медленно шевелится. Такая рыбка часто становится объектом атаки хишлоси. То есть вы можете просто забросить Bent Mino и подождать с минуту. А можно и дольше, несколько минут, позволяя волнам шевелить приманку. Отчасти похоже на нахлыст. Только не расслабляйтесь во время ожидания. Поклевка может быть неожиданной. Внутри Bent Mino выглядит вот так. Груз расположен в нижней части приманки. Bent Mino – это тот тип воблера, который наиболее близко имитирует живую рыбку. Вы действительно не найдете воблера столь же живого по поведению, как настоящая рыбка. Вернемся к Ямато. По сравнению с обычными волкерами, Ямато имеет другую выемку. Она захватывает не только лицевую часть, но и бока. И есть еще, как бы сказать, дополнительная подвыемка на подбородке. Обычно волкеры движутся из стороны в сторону, но это движение такое, плавное. Но бывает, чтобы вынудить хищника на атаку, нужен характер попера. Используя Ямато, вы можете плюхать, имитировать звук попера и при этом сохранять движение Dog Walking, присущее волкеру. Обычно вы цепляете застежку к нижнему ушку, и получается рисунок, называемый слайдинг. Воблер движется зигзагообразно, возмущая поверхность воды. Можно вести и под водой, тогда Ямато создает перед собой бурун. Если застежка у верхнего ушка, то воблер будет двигаться в стиле Dog Walking, но при этом немного занырить. И вы сможете использовать тип проводки, который мы называем метод ныряющего волки. Еще отмечу, что если застежка за верхнее ушко, то после заброса, если вы просто медленно подматываете леску, Ямато начнет двигаться по изогнутой траектории, поворачиваясь боками. Вот такой воблер. Опять же, уже более 10 лет, это одна из самых продаваемых приманок в мире, включая Америку. Знаете, я хотел бы искренне поблагодарить всех российских рыболов, кто ловит с приманками ОСП. Я профессиональный рыболов. Довольно много путешествовал по миру. Бывал в США, Корее, Европе. Но мне еще не доводилось бывать в России. Намекаю. Если будет возможность, я бы с интересом попробовал российскую воду. И посмотрел бы своими глазами, как ваши хищники ловятся на нашей приманке. Ловим на слове, уважаемый на Мике Сангу. У нас в России действительно много поклонников, а у наших хищников вошло в привычку фотографироваться с вашими приманками. Мы с удовольствием познакомим их с вами лично. Таков был еще один день на выставке ОСП. Мы очень рады, что нам довелось познакомиться с двумя неординарными рыболовами. Один – Тошинари на Мике, увенчанный славой и победами на престижных соревнованиях по всему миру. И известный дизайнер, лично формирующий направление развития рыболовной цивилизации. А другой – Такаши Кономори, звезда стиля Акапари, Чья дорога в мире разработки приманок началась совсем недавно, но уже замечена в рыболовном мире. Они разные, но, как вы наверняка заметили, у них есть общая черта. Они относятся к рыбалке, как к науке и искусству. Только в этом случае можно создать то, что называется лучшим. Что почем и как создать эффективный ассортимент – компетентные рекомендации от компании «Москанелла». Вот такое оно – рыбацкое счастье.